— Земли, конечно, маловато. Пеночкин перебил его. — Ну, хорошо, хорошо, Сафрон. Знаю, ты мне усердный слуга. — А что, как у Молот? Сафрон вздохнул. — Молодцы вы наши! У Молот-то не больно хорош. — Да что, батюшка Аркадий Павлович, позвольте вам доложить. Дельце какое вышло. — Тут он приблизился, разводя руками к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз. — Мертвое тело на нашей земле оказалось. — Как так? — И сам ума не приложу, батюшка. Отцы вы наши. Видно, враг попутал. Да благо, подле чужой межа оказалось. А только что греха таить на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клины приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал молчать, говорю. А становому на всякий случай объяснил, вот какие порядки, говорю, да чайком его, да благодарность. Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее, а ведь мертвое тело, что двести рублев, как калач. Господин Пеночкин много смеялся уловки своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой. — Каков молодец, а? Между тем на дворе совсем стемнело. Аркадий Павлович велел со стола прибирать и сено принести. Камердинер послал нам простыни, разложил подушки. Мы легли. Сафрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлович, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика. И тут же заметил мне, что со временем управления Сафрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша, ни доимки. Сторож заколотил в доску. Ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотвержения, запищал где-то в избе. Мы заснули. На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлович желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека Сафрона. Явился бурмистер. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего. Глядел зорко и пристально в глаза барину. Отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Сафронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и пристранным выражением лица. Точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился, до с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, авины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленяк, конопляники. Все было действительно в отличном порядке. Одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Сафрон заботился еще о приятном. Все канавы обсадили ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал. На ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком. Кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона, и под фронтоном белилами надписал «Построен в селе Шипиловке в 1840 году, сей скотный тфор». Аркадий Павлович разнежился совершенно. Пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состояния. Причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее. Да мало ли, чего нет. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и прочее. Сафрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павловича ни отцом, ни милостивцем, и все напирал на то, что земледия у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите», — говорил Аркадий Павлович, — «на мое имя, и они прочь». На эти слова Сафрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь не мешало бы съездить в лес», — заметил господин Пеночкин. «Тойчас привели нам верховых лошадей. Мы поехали в лес или, как у нас говорится, в заказ». В этом заказе нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлович похвалил Сафрона и потрепал его по плечу. Господин Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне призабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает. Впрочем, в других отношениях и Сафрон, и Аркадий Павлович оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Сафрон знал, какая неприятность ожидала и его, и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома. Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика. Один старик лет шестидесяти, другой малый лет двадцати, оба в замашенных, заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае. Но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разъянутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлович нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. — Что вам надобно? О чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. Мужики взглянули друг на друга и словечко не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорее дышать стали. — Ну, что же, — продолжал Аркадий Павлович и тотчас же обратился к Сафрону. — Из какой семьи? — Из твалеевской семьи, — медленно отвечал бурмистер. — Ну, что же вы, — заговорил опять господин Пеночкин, — языков у вас нет, что ли? — Сказывай ты, чего тебе надобно, — прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак. Старик вытянул свою темно-бурую сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес «Заступись, государь!» и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлович с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги. — Что такое? На кого ты жалуешься? — Помилуй, государь. Дай вздохнуть. Замучены совсем. Старик говорил с трудом. — Кто тебя замучил? — Да, Сафрон Яковлевич, батюшка. Аркадий Павлович помолчал. — Как тебя зовут? — Антипом, батюшка. — А это кто? — Сынок мой, батюшка. Аркадий Павлович помолчал опять и усами повел. — Ну так чем же он тебя замучил? Заговорил он, глядя на старика сквозь усы. Батюшка разорил в конец. — Двух сыновей батюшка без очереди в рекруты отдал, а теперь ей третьего отнимает. — Вчера батюшка последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил. Вон его милость. Он указал на старосту. — Хм, — произнес Аркадий Павлович. — Не дай в конец разориться, кормилец. Господин Пиночкин нахмурился. — Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра в полголоса и с недовольным видом. — Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя слово «ер». — Не работящий. Из недоимки не выходит. Вот уже пятый год-с. — Сафрон Яковлевич за меня недоимку взнес, батюшка, — продолжал старик. — Вот пятый годочек пошел, как взнес. А как взнес, в кабалу меня и забрал, батюшка. — Да вот и... — А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил господин Пиночкин. Старик понурил голову. — Чай пьянствовать любишь, по кабакам шататься. Старик разинул было рот. — Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлович. — Ваше дело пить, да на пищи лежать. — А хороший мужик, за вас отвечай. — И грубиян тоже, — вернул бурмистр в господскую речь. — Ну, уж это само собой разумеется. Это всегда так бывает. Это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется. Батюшка, Аркадий Павлович с отчаянием заговорил старик. — Помилуй, заступись, какой я грубиян. Как перед Господом Богом говорю, не в моготу приходится. Не взлюбил меня Сафрон Яковлевич. За что не взлюбил? — Господь ему судья. — Разоряет в конец батюшка. — Последнего вот сыночка и того. На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка. — Помилуй, государь. — Заступись. — Да и не нас одних, — начал был и молодой мужик. Аркадий Павлович вдруг вспыхнул. — А тебя кто спрашивает, а? — Тебя не спрашивают. Так ты молчи. — Это что такое? — Молчать, говорят тебе, молчать. — Ах, боже мой, да это просто бунт. — Нет, брат, у меня бунтовать не советую. У меня... Аркадий Павлович шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии. Отвернулся и положил руки в карманы. — Прошу извинить меня, дорогой мой, — сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. — Это оборотная сторона медали. — Но хорошо, хорошо, — продолжал он, не глядя на мужиков. — Я прикажу. — Хорошо, ступайте. Мужики не поднимались. — Ну да ведь я сказал вам, хорошо, ступайте же. — Я прикажу. — Говорят вам. Аркадий Павлович обернулся к ним спиной. — Вечно неудовольствие, — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Сафрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. — Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь в освояси. Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Сафрона. Заговорил я с анпадистом о шипиловских крестьянах, о господине Пеночкине. Спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. — Сафрон-то Яковлевича? — Вона. — А что он за человек? — Собака, а не человек. Такой собаки до самого Курска не найдешь. — А что? — Да ведь шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то. Ведь не он ей владеет, Сафрон владеет. — Неужто? — Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны. Работают на него словно батраки. Кого с обозом посылает, кого куды. Затормошил совсем. — Земли у них, кажется, немного. — Немного? — Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает. Да у наших сто двадцать. Вот те и целых полтора сто десятин. Да он не с одной землей промышляет. И лошадьми промышляет. И скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой. И чем-чем? Умен. Больно умен. И богат же бестия. Да вот чем плохо дерется. — Зверь, не человек. Сказано, собака. Пес, как есть пес. Да что же они на него не жалуются? — Экста. Барину-то что за нужда? Недаемок не бывает? Так ему что? — Да поди ты, — прибавил он после небольшого молчания. Пожалуйся. — Нет. Он тебя. Да поди-ка. — Нет уж. Он тебя вот как. Того. Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. — Ну, — промолвил анпадист. — Заест он его теперь. Заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экай бесталанный, подумаешь, бедняга. И за что терпит? На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то. Не втерпешь знать пришлось. Велико дело. Вот он его Антипы-то клевать и начал. Теперь доест. Ведь он такой пес, собака. Прости, господи, мое прегрешение. Знает, на кого налечь. Стариков-то побогаче да посемейнее не трогает лыксы, черт. А тут вот и расходился. Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в рекруты отдал. Мошенник беспардонный, пес. Прости, господи, мое прегрешение. Мы отправились на охоту. Зальсбрун в Силезии, июль 1847 года. Зальсбрун в Силезии, июль 1847 года. Зальсбрун в Силезии, июль 1847 года. Продолжение следует...